всем привет сегодня займусь установкой обновок на свой дальнолет я поставлю новые моторы вот такие вот айф это айфлайт ксинг 2806 1300 кв теоретически на 4s они должны давать намного более высокую эффективность чем 2207 1800 кв и максы которые стоят у меня сейчас и также они должны более лучше работать 7-дюймовыми пропеллерами один мотор я распаковал остальных 3 лежат вот где их я распакую чуть позже и еще сегодня также буду устанавливать cadix висту это модуль цифровой и в пире системы от компании cadix который работает вместе с диджеев в общем будем потихоньку переводить дальнолет на цифру и я надеюсь что летать будет примерно на те же расстояния которые сейчас будет способен летать коптер видео будет добивать но об этом уже чуть позже так приступим к сборке разборки так установил моторы припаял со сниманием старых моторов была проблема в одного болта сорвалась резьба пришлось высверливать сейчас попробую найти этот болт вам показать я уже не найду куда-то его на стол кинул но уже к сожалению вижу в общем пришлось очень много времени потратить на то чтобы кое-как его дремелем высверлить но все таки его почти полностью спилил и удалось его наконец-таки выкрутить вот такие вот моторы крутится бесшумно провода на удивление толстые с такими проводами еще ни разу не ставил классовый г-18 припаял с небольшим запасом то есть не тут свободно висят для того чтобы потом его полностью разобрать можно было нормально припаять потому что сейчас собранном виде делать это не очень удобно и в общем потом я всем этим делом займусь и так что сейчас я проверю как мотор вообще работает крутится не крутится и займусь установкой cadix свисты так подключу компьютеру посмотрим сейчас как крутится мы эти моторки так война это вот путь ставим галочку и потихоньку начинаем в принципе звучат хорошо и братских то нет так что думать отлично вот сейчас проверю что они крутятся в нужные стороны и начну устанавливать cadix свисту проверил вращение моторов в общем получилось что все они крутятся как будто бы ну как под обратное вращение не под прямая под обратное и вот теперь сижу думаю оставить как есть и сделав войнави но включив обратное вращение моторов его все таки поменять через конфигуратора оставить на стандартном я вообще замечаю что не в первый раз когда я моторы припают таким образом провода пускаю ровным шлейфом и также ровно их припаял к регулятору то получается прям четко под обратное вращение то есть можно прям сразу используйте не в конфигуратор регулятора не нужно ничего на реверс отправлять принципе удобный лайфхак запоминайте кому нужно будет сейчас пожалуй распакуем наконец-таки cadix висту и посмотрим что там внутри внутри у нас вот такая вот инструкция по установке нафиг она вам нужна и собственно сама vista камера и антенка и в общем сейчас я все это дело достану сам шлейф вот такой вот тонюсенький а вот здесь вот прям видно жилки мне кажется что она жил какая-то порванная что ли тут такое надеюсь нет не все-таки наверно мне показалось я проверил вроде бы все жилы целые но вообще вот этот шлейф кажется очень ненадежным стиле вот как всяких ран камов гибридов каких-то вечной проблемы с шлейфами надеюсь тут надолго хватит тем более что трогать и особо не собираюсь вот в общем сам юнит 20 на 20 cadix антенка которая на и фл вроде этот разъем называется в общем такое вот маленькое подключение пакетик с винтиками проводки и собственно сама камера в общем снимаем аналоговая в пиве с дальнолета и начинаем устанавливать висту в общем возникла у меня небольшая проблема при попытке установить висту на коптер во-первых это то что здесь на раме отсутствует так рассверловка под стек 20 на 20 это было она еще пол беды можно было бы просверлить но проблема в том что здесь вот так вот стоят стойки и чтобы как-то поместить нужно либо задние либо вот эти вот стойки убрать и принципе придется наверно думать скорее всего нора придется убирать стойки потому что но я не знаю как иначе в эту раму поместить менять раму как бы сейчас не вариант это минимум на месяц пока новая рама придет так что попробую что-то сделать с этим всем так просверлил в общем отверстие в раме поставил стек теперь у меня рама со стеком 20 на 20 сзади правда придется отказаться от этих стойчик которые здесь стоят но в принципе ничего страшного думаю не будет но вообще похоже пора заказывать новую более современную раму здесь точки сохраняться теперь в общем нужно найти гайки м2 чтобы это все дело закрепить к сожалению скажем так стойки винты вот эти вот пока нашел только такие вот очень длинные сейчас еще поищу может быть покороче что эти как-то очень сильно торчат нары как-то не очень красиво это все таки смотрится в общем и камера не особо сильно подходит под эту раму но я нашел такое решение взял к серовскую проставку которая под стандартной рамы чуть-чуть и разрезал чтобы вот здесь провод который по центру выходит и прикрутил и вот сейчас по идее с такой проставкой думаю она должна почти хорошо стоит там может быть буквально там пару миллиметров не будут ставать это должен сделки не просто очки и будет все хорошо и вуаля стоит как родненькая в принципе пока все отлично сейчас поменяю конденсатором не сегодня очень сегодня вчера или позавчера пришли новые хорошие конденсаторы это такое не особо хорошая заменен нормальный конденсатор и начну припаивать висту к полетнику и думаю уже скоро буду включать и тест проверять как она вообще работает не работает в общем вот так вот ох я вам доложу подключить это чудо китайской мысли было не так уж и просто особенно вот этот антенна этот гнездо есть посмотреть она получается держится вот этой вот алюминиевой крышкой и я не нашел другого способа кроме как открутить вот эти четыре винта которые держат эту крышку приподнять чтобы вытащить эту скобу которая собственно удерживает антенну в разъеме с одной стороны идея конечно хорошая по идее должна очень хорошо держать но с другой стороны каждый геморрой на менять антенну будет это получается нужно еще и от стоек открутить чтобы ну крышка приподнималась тушу на прикручен это за стойки идет и в общем ну такое себе ладно кое-как прикрутили сейчас настроим конфигураторе включая с конфигуратора переходим в раздел порты я припаял на третий юарт раньше у меня тут было смарт-аудио сейчас выбираем джай и в пивели ведь и x сохраняем перезагружаем ну в общем все изменения применили по идее теперь должно заработать так сейчас я на всякий случай нара проверю мультиметром что нету нигде замыкание и будем пытаться включать биндить с шлемом смотреть тетли картинка так проверил мультиметром вроде бы все в порядке замыкания нигде нет так что будем пробовать включать вот для начала нам нужно забиндить для этого посмотрим как вообще делать вообще бинился один раз плохо помню а про бинд тут в общем то ничего и нет нара скорее всего лучше да нара уж перед этим обновить кого сейчас найдем какой нибудь кабель так есть и сбитой все нам еще в идеале нужна какая-то бабка заряженая потому что вот процесс обновления долгий возьмем вот эту думаю и нужно хватить только не сгори так все хорошо включаем что-то ничего не происходит питания что ли нет сейчас проверим идет ли у нас питание вообще по идее тут наверно должен гореть какой-то светодиодик да я его вижу но что-то ничего не горит так что-то нет напряжения я же вроде не мажал тут верно а блин я это я кажется понял в чем дело тут VTX это выход на камеру да да я забыл это же VTX 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 это же как раз видео выход вот за что не люблю VTX делают блин в одном полетники так в другом и так а ты потом путаешься конечно конечно понятное дело что если ты собираешь по мануалу ты вряд ли перепутаешься но когда уже перебираешь десятый раз ты думаешь что ты муж вроде как все запомнил все будет хорошо но на деле не так 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 очередной пробный пуск в бадже я верно запарел здесь хуже там ничего нет фух но поехали надеюсь ничего не сгорит о вижу загорела лампочка значит можно подключаться он горит зелененьким так подключили о так видно юнит появился качестве флешки вот тут уже активировали режим 700 милливатт это хорошо так что ну собственно будем обновляться обновим прошивочку фалик на всякий случай скопируем он нам еще пригодится скорее всего он потрется после обновления и так 50 мегабит битрейт прам пам пам да поехали обновляемся процессы конечно долгие но что поделать будем ждать это 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все равно немножко страшно Надеюсь и сейчас будет все нормально Скаканет до 100% О, а вот и 100% Замечательно Итак Наша Vista обновлена Я думаю мы сначала ее забиндим А потом проверим Попал файл или нет В принципе он сейчас пропал Скорее чем уже передернуть Питание И присоединение Ох, нифига себе Она нагрелась прям кипяток Так Включаем Включаем А где наша флешка Наши флешки почему-то нет Может быть слишком рано Воткану Ладно, пускай немножко остынет Она реально очень горячая А я пока сейчас Достану очки Итак В чатах мне Напомнили как делать бинд Получается Просто включаем Очки Жмем кнопку бинда Потом Жмем кнопку бинда На Vista И все должно быть нормально Вот сейчас попробуем Это сделать Когда очки включаются Включим сразу И тут Так Очки включились Жмем кнопку бинда А кнопка бинда У нас Вот здесь Вот спрятанная Не очень удобно Куда нужно Чем-то Подлезть и нажать Так Слышно запищали Теперь жмем кнопку бинда На Vista Все, бинд есть И у нас есть картинка Есть одна проблема Она вверх ногами Сейчас вам попробую Показать Надеюсь Гулкросс Можешь сфокусироваться Вот Есть картинка Все отлично Все работает Но она вверх ногами Так что Придется сейчас Перевернуть камеру Я думаю Все нормально будет Видно что Его СД Работает Потом Я настрою ОСД И думаю Можно будет Пробовать Лететь Летать В общем Вот такой вот Получился аппаратик Пока еще Не до конца Нормально собраны Но в принципе Летать на него можно И сейчас я Поеду И по тестю Как он летает Посмотрю Оправдались ли Ожидания Или нет И так Поехали И так Я все собрал К оптеру Стоит подключенный Спутники Он нашел Пропищал Нашел Кстати Достаточно быстро Все таки Думаю Что влиял Кросс Находясь Рано с GPS Кроссфайр Приемник Раньше был Здесь Сейчас его перенес Он там На полетнике Теперь видимо Он на GPS Влияет меньше И спутники Находят Ну прям вообще Моментально На DJI систему Поставил Triple Fit Патч Поставил На левой Поляризации Да Все верно На верой На левой А пока только Один патч Еще вот У меня есть Второй Который Также планирую Ставить Но пока без него Поскольку у меня Нету Второго переходника У меня есть Только один Переходник Но скоро Попробую Два патча В общем На Vista Стоит 700 милливатт Мощности И полетели Посмотрим Что из этого выйдет К сожалению Здесь звук Оказался Очень плохой Меня там Практически Не слышно Из-за ветра И поэтому Повторю Еще раз В начале Я удивляюсь Тому Какая Все таки Красивая Картинка На DJI Хоть у меня И есть Уже DJI Я на нем Давно летаю Но все равно На новом коптере Новый опыт С DJI Большая высота И как бы Это выглядит Совсем по другому Но к сожалению Я также заметил Что коптер Почему-то Подергивается Я сначала Думал Что возможно Плохо Закреплена Камера Может быть И плохо Прикрутил И она Болталась Из-за этого Вшли подергивания Но когда Прилетел Назад Я услышал Такой Цокающий Звук Характерный Который Точно никак Не связан С неприкрученной Камерой И этот звук Издают Моторы И в общем Тут мне стало Очень печально Вот смотрите Это вам Чтобы у меня Не влетел Сейчас вроде Нету Но есть Какие-то Подергивания Не знаю С чем Это связано Может Пропаять Получше Стоит Сейчас вроде бы Пропали Или может Это Битрегулятор Так работает Ладно Попробую полетать Дома Смотрю Еще раз Может быть Где-то Пробивает Не знаю Но далеко Отлетать Пока не буду Учитывая Всю эту ситуацию В общем В тот день Я еще полетал Проблема К сожалению Никуда не ушла Местами Она даже Усугублялась Это было Не похоже На проблему С пидрегулятором Но как я Разбирался С этой проблемой И как ее Все-таки Победил Вы сможете Увидеть Во второй части Мини-сериальчика Который выйдет Уже совсем скоро Буквально Через несколько дней Так что Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Если вам понравилось Всех обнимаю И до скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok